В Кубанском государственном аграрном университете состоялся съезд агропромышленных вузов Российской Федерации. На площади перед главным корпусом разместились казачьи курени Славянского, Кореновского и Северского районов. В курине Северского муниципалитета развернулась удивительная ярмарка предприятий района. УОО «Сады Предгорье» специализируется на выращивании и сборе яблок различных сортов. Личное подсобное хозяйство «Асокар Михаил» разводит пчел и изготавливает продукцию на основе меда. Индивидуальный предприниматель «Мауль Игорь» специализируется на пчеловодстве, выращивает орехоплодные культуры, консервирует фрукты и орехи. Афибский хлебокомбинат специализируется на изготовлении хлеба и хлебобулочной продукции. Специально на ярмарку привезли булочки и рогалики самых невообразимых форм и размеров. Особое внимание на мероприятие заслужила группа компаний «Радуга». Это современное предприятие, специализирующееся на производстве растительных масел, круп, муки, кормов из кубанского зерна. Выставка – это способствует продвижению нашего товара по всей России и также зарубежья. Местное наше население ознакомится с нашей всей продукцией. Мы огромный завод, выпускающий, перерабатывающий много всего. Клопья, масла, натурального, холодного отжима. И не ноя, рыжиковая, тыквенная. Вы найдете все в нашем ассортименте. 3,5 тысячи тонн мы только перерабатываем кукурузы. Так что самые вкусные кукурузные палочки – это из нашей кукурузы. В Кубанский госагроуниверситет приехали ректоры более 50 аграрных вузов России. В Курине Северского района почетных гостей встретили хлебом, солью и кубанскими песнями. Пустью дорогому за столом мы рады, хлеб и соль делись, с ним хорошей нет награды. Хлеб и соль делись, с ним хорошей нет награды. Нам другого счастья ни за что не надо. Ректорам и гостям мероприятия рассказали, как восстанавливался район в послевоенное время, как выращивали пшеницу и рис, на какие объемы вышел район в нынешнее время. В Курине Северского района целый день радовали гостей своими народными песнями, играми и плясками, ансамбль народной песни «Азовчане» и ансамбль «Казачья душа». Влиться в кубанскую атмосферу мог каждый желающий. Несмотря на холодную погоду, Куринь Северского района пел, плясал и заряжал всех гостей отличным настроением. На северском подворье студенты и почетные гости отведали горячие кубанские пирожки с пылу жару. Сделаны из муки урожая 2018 года, а также насладились ароматным чаем с целебными травами. Глава района посетил с рабочим визитом социальные объекты поселка Афибского, станиц Смоленской и Крепостной. В первую очередь вместе с заместителями и ответственными лицами Адам Джарим проконтролировал ход ремонтных и строительных работ в школе номер 4 поселка Афибского, где идет строительство универсального спортивного зала. В настоящий момент на объекте задействовано 10 человек. Планируется, что работы завершат к середине декабря. Адам Джарим напомнил подрядчикам о соблюдении сроков и качества строительства. Далее глава посетил школу искусств поселка Афибского, поликлинику и амбулаторию поселения, где ведется капитальный ремонт системы отопления и канализации. Также глава пообщался с пациентами поликлиники. Еще одним важным объектом, который посетила делегация, стало модульное здание на территории детского сада номер 41 станицы Смоленской. Оно рассчитано на 50 мест для детей в возрасте до 3 лет. Планируется, что работы завершатся к 25 декабря. Следующим пунктом объезда стал строящийся фельдшерско-акушерский пункт станицы Крепостной. Здание строят по краевой программе, которая позволяет вывести сельскую медицину на новый уровень. В офисе также оборудуют помещения для дневного стационара и процедурные кабинеты. Все необходимые строительные материалы имеются, а работа ведется с 8 утра. Открытие нового лечебного учреждения планируется 10-15 декабря. Также на встрече подняли вопрос об организации подъездного пути к фельдшерско-акушерскому пункту. Оказать помощь пообещала администрация Смоленского сельского поселения. Завершился объезд социальных объектов совещанием под руководством главы района. На встрече Адам Жерим напомнил присутствующим о том, что времени остается все меньше, и чтобы уложиться в сроки, необходимо работать в усиленном темпе. Проблема наркомании по-прежнему беспокоит современное общество, и если искоренить ее пока невозможно, то необходимо остановить распространение этой беды. В зале районной администрации прошло заседание постоянной антинаркотической комиссии. Первым вопросом на встрече рассмотрели результаты деятельности правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 2018 году. Как отметил в Рио начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району Михаил Маслак, в соуказанный период в районе возбуждено 88 уголовных дел по незаконному обороту наркотиков. Изъято из незаконного оборота 317 грамм наркотических средств. На отчете в отделе МВД по Северскому району состоит 154 человека. Из них проходит диагностику в профильных учреждениях и лечении от наркомании 57 человек. 32 человека привлечены к уголовной ответственности и отбывают наказание в исправительных учреждениях. В 46 по постановлению суда объявлена административная ответственность. О результатах межведомственного взаимодействия в вопросах контроля за списками наркозависимых, состоящих на учете у врача-нарколога, рассказал врач-нарколог-психиатр Северской центральной районной больницы Сергей Емельяников. На ноябрь 2018 года на учете у психиатра состоят 858 человек. В начале года эти показатели составляли 1060 человек. Несмотря на то, что за последние пять лет в районе наблюдается снижение числа наркозависимых, ситуация остается сложной. Также на встрече обсудили выполнение муниципальной программы противодействия незаконному обороту наркотиков на 2017-2021 годы, направленной на противодействие наркотикам и их незаконному обороту на территории муниципального образования Северский район. На территории Краснодарского края с 27 по 30 ноября 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. Днем 27 ноября ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Сильные осадки в виде дождя. 28-29 ноября переходящий в мокрый снег и снег. Ожидается налипание мокрого снега, гололед. 29 и 30 ноября ветер перейдет на восточный, северо-восточный с порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов. В ночные и утренние часы 29-30 ноября 2-7 градуса мороза. Будьте осторожны. Талант словно пламя. Его свет виден издалека, даже если огонек совсем еще маленький. Фестиваль молодежного творчества «Жар птицы» собрал десятки таких огоньков со всего района на одной сцене. Дом культуры поселка Афибский уже не первый раз принимает данный фестиваль. И судя по растущему количеству заявок на участие, его популярность растет. С напутствием к участникам обратился заместитель главы Афибского городского поселения Виталий Разумец. Поздравляю вас с открытием. Передаю вам слова поздравлений от главы Афибского поселения Коваленко Юрия Антоновича. Желаю вам творческих успехов, чтобы сегодня обязательно зажглись новые творческие личности. И может быть для кого-то этот фестиваль станет началом трудного, но интересного творческого пути. Всего в конкурсной программе заявлено 4 номинации – это хореографическое мастерство, художественное слово, инструментальное и вокальное мастерство. Перед началом фестиваля в холле Дома культуры работала выставка декоративно-прикладного искусства, где строгая, но компетентная жюри оценивала конкурсные работы. Порядка 170 участников разных возрастов собрались на одной сцене, чтобы поделиться друг с другом и со зрителями частицей своего таланта. По итогам конкурса в каждой номинации определились победители. Лучшими среди вокалистов оказались Дарья Самойленко и Виолетта Назина. В номинации «Художественное слово» победителями стали Вячеслав Горбунов и Керносова Елизавета, а также Деменко Ольга. Дипломы первой степени в номинации «Хореографическое мастерство» получил коллектив «Веснянка» и «Катинян Дарина». Лучшими среди инструменталистов стали Мария Мальцева и Святослав Крылов. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» дипломами первой степени награждены Евгения Старостина и Болотова Ольга. Евдокия Бершанская, Екатерина Великая, Александр Суворов. Одно из этих имен будет присвоено нашему аэропорту. Проголосуй, Краснодар. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. Конкурс «Великие имена России».